Четыре года тотального террора против коренного народа. О положении крымских татар в оккупированном Крыму говорили на 17-й сессии постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Сегодня уже третий день форума в Нью-Йорке. Заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чейгос там рассказал об убитых за непризнание аннексии, о тысячах преследуемых и сотнях осужденных. Он обратил внимание на то, что в Крыму планомерно уничтожают и культурное наследие крымских татар, а сам народ ограничивают в получении образования на родном языке. Ахтем Чейгос пригласил специального докладчика по вопросам прав коренных народов Викторию Таули Корпус приехать в Киев, чтобы лично пообщаться с теми, кто пострадал от оккупации Крыма. Отсутствие в отчете о бедственном, тяжелом положении крымских татар спецдокладчика позволяет и дальше чинить террор и безнаказанность беззакония над коренным народом. Если вас не пускают в Крым, то мы вас ждем в Киеве. Мы вам предоставим широкую, полную информацию о тяжелом положении коренного народа крымских татар. Крымские татары просят вас вмешаться. Немедленного вмешательства международного сообщества требовал на сессии представитель Украины, менеджер по коммуникациям Крымско-татарского ресурсного центра Эльверса Герман. Он заявил, что давление оккупантов на крымских татар на полуострове беспрецедентное. Около 70 активистов в тюрьме, 16 человек, бесследно исчезли под контрольные Кремлю суды. Только за прошлый год незаконно оштрафовали около 100 крымчан на сумму более 100 тысяч долларов. А представительный орган крымских татар МИЧЛИС в оккупированном Крыму уже два года, как запрещенная организация. Мы призываем международное сообщество, коренных братьев требовать от России. Исполнить промежуточное решение международного суда ООН. То есть отменить решение Верховного суда России о запрете МИЧЛИСа. Отменить все политические уголовные дела в Крыму и освободить всех политических заключенных из-под стражи. Расследовать насильственные исчезновения Эрвина Ибрагимова и 10 других крымских татар.